следующий продолжите высказывание астрономии это наука да несмотря на то что астро это звезда да но астрономии не только звезды изучает не только звезды но тут можно сказать смотрите термин то просто возник давно и когда у вас там не было телескопов было не очень понятно что вообще гранат мы сейчас до этого доберемся мы берем сюда понятие небесной сферы и невооруженным глазом мы не можем определить расстояние до объектов а соответственно их природа нам тоже не очень понятно поэтому этот собирательный термин звезда обозначал раньше вообще все что есть на небесной сфере и потом часто встречался такой термин как светилу светило небесное тело светило можно будет смотреть солнце луну все звезды и планеты это светило вот ну пусть просто такой собирательный термин да сейчас можно было подробно сказать и так здесь мы выбрали г да так а кстати говоря а б это что было бы такое небесных явлений можно такое придумать небесное явление здесь понятие небеса слишком расплывчато на каких небесах идет речь до каких высот если высота не очень большие то моего метеорологию в это записать метеорология изучает то что в тропосфере происходит пойдет если более высокие свои например геофизика есть различные разделы геофизики в том числе который занимается изучением солнечно-земных связей и так далее вот узнаете научную группу в университете езда который заняется компьютерным моделированием и на сферах курс по это профессор нам голодзе мария александровна князева олег путеве золото нет никто вы даже не в курсе люди занимаются компьютером моделирование иносфера вы даже не знаете что они они просто не здесь не в этом факультете научная группа в главном корпусе находится теперь вы знаете да 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 он с ним как раз занимается так значит следующее значит о влиянии движения планет на судьбу человека чтобы это могло быть такое а вот это как раз было бы астрологии но назвали бы мою наукой нет то есть по по критериям попер это не наука да вот скажем так не некая область псевдонаучные знания